Вы любите когда минимум ингредиентов, а потом чтобы получить великолепный десерт? Вы на канале Райвика и сегодня, как я вам и обещала, мы будем готовить замечательные безешки из такого интересного ингредиента, который называется, совсем недавно узнала это слово, но оно называется аквафаба. И если вы видели наше видео, когда мы готовили замечательный салат, у нас осталась вот эта аквафаба, и прямо сейчас мы начнём с неё готовить что-то вкусное. И прежде чем мы начнём... Расскажи, что такое аквафаба, люди не поймут. И прежде чем мы начнём, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны. И я вам расскажу, что такое аквафаба. Аквафаба вот это такая жидкость, которая получается из семейства бобовых. Можно взять консервированных небось. Смотрите, вот это я получила, открыла консервированную фасоль, слила вот эту жидкость. Вы можете взять, отварить наут или отварить горох. И вот эту жидкость, которую насыщенную вы получите, это и называется аквафаба. И нам нужно взять чашу из-под миксера и 100 мл вот этой жидкости аквафаба отправить в чашу миксера. И нам нужно миксером на больших оборотах, не заморачиваемся с мелкими, начинать взбивать эту жидкость, пока она не побелеет. Взбивала минуты 7, вот получается уже такая белая пена. И теперь я буду продолжать взбивать и вводить сюда 100 г сахарной пудры. 100 мл жидкости, 100 г сахарной пудры. Взбиваем еще минуты 5, наверное, чтобы у нас получились твердые пики. Вот они уже твердеют, наши пики. И в этот момент вот я добавляю 1 столовую ложку лимонного сока. Нужно взять лимон кусочек, выдавить в чашечку какую-то небольшую, чтобы у вас тут косточек не было. И добавляем для стабилизации вот лимонный сок. И сейчас закрываю миксер и снова взбиваю пару минуточек. Все, взбилось. У нас пики очень твердые. И знаете, в чем преимущество вот этого способа наших безэшек от яичных? Тем, что вы никогда не перебьете аквафабу. А если бы были белки, то нужно стоять над ними внимательно, дабы их не перебить. Нужно взбивать до пиков, чтобы вы смогли перевернуть кастрюлю вниз и у вас ничего не упало. И дальше можно воспользоваться кулинарным мешком, мешочком, либо кулинарным шприцом. И я наполняю шприц этим кремом. И формируем вот такие безэшки. Все, со 100 грамм аквафабы получился целый противень. И теперь их нужно высушить. У меня духовка включена на 100 градусов. И при 100 градусах где-то целый час будем их высушивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почти два часа я сушила эти безэшки. Так сушила, что чуть не уснула и чуть их не перепалила. Ну, главное, чтобы высушила. Нужно их сушить так, чтобы они легко отдирались от... Конечно, да. Даже нужно было пол... Да. Проверяем, готовы ли они. Тук-тук. Вот. Тук-тук, кто там. Кто там на месте? Ну, засушились прям совсем. Надо я одну пробовать. Ну, пробую одну. Ну, в общем-то, не дремайте, когда вы их печёте. Они горели, они пересушились. Где-то полтора часа им хватит. Час они были ещё не готовы. А почти два часа это много. Но зато они прям такие хрум-хрум. Они как кофейные получились. Слышите? Звук классный. Такие монетки у нас получаются. Так что можно делать чай, кофе. Звать детей, мужей, братьев, сестёр, соседей. Всех-всех. Делайте их чуть подальше друг от друга, потому что у меня некоторые поприклеивались. Но это им не помешает быть съеденными нами. Хранить их нужно в вакуумных контейнерах, если будет что хранить. С одной порцией получается вот такая гора. И я думаю, что собраться, попить чаёк, и за вечер их уже не будет. Так что хранить тут нечему будет. Но если вдруг вы сегодня сами и не с кем разделить эту радость, то спрячься их потом в вакуумный контейнер, и утром они будут снова хрумкеть. Пока не пересушите, у нас их пересушено. Да, чуть пересушила их, боже. Так ты ж смотрела, что ты там смотрела? Когда? Не знаю, когда. На вкус... Очень прикольная. И вообще нету вкуса фасоли. Вот такие безешки, ну прям безумные безешки. Так что, друзья, всего три ингредиента. Очень легко, быстро делается. Великолепный десерт. И не забываем, ставим лайки, кому понравился рецепт. Пишите комментарии, кто уже готовил такой рецепт. Поделитесь вы своими ощущениями. Кто не подписан на канал, нажимайте кнопку подписаться. А с вами мы, Раевик. Оживите сладко, весело, вкусно. И до новых встреч. Пока-пока. А теперь нам нужен противень, постелить пергаментную бумагу и нужен кулинарный пакетик. Мешочек. Нет. Нам нужен кулинарный мешочек. Но если нету кулинарного мешочка, возьмите обычный мешочек. Ну, а если у меня и обычного даже нету, да, докатились, я буду использовать пистолет. Пистолет. Пистолет я попробую. Ну, в общем-то, сейчас я начиню пистолет, а дальше расскажу принцип. Будет такой же, как у мешочка или у пистолета. Хэлла нашит мне в пулеметах. Боже, какое оно вкусное. Я даже не могла себе представить, что это вкусно так. Да, вообще нету... Вкуса фасоли. Вкуса фасоли вообще нету. То есть это нечто фантастическое. На вкус Виктория уже не хотела, чтобы я продолжала это дело. Хотела сырым уже съесть. Но коль мы начали делать, доводим дело до конца. Не потакаем прихотям всяких там операторов. Такс. О, сейчас начинается. Стрелянына. Ложись. Раздевайся, ложись. Как в песне. Всё, я закрыла? Ну, давай. Давай. И теперь кулинарным пакетиком вы делаете небольшие вот вот такие штучки. Безешки. Что-то мало. Это вот... Вика такие делала маленькие. Это какие-то пуговки получатся. Ну, поцелуйки. Ну, что-то поцелуйки как... Ещё-ещё накручивай ещё. На удивление... А можно мне поцелуй нормальный вот это? В губы, а не какой-то воздушный. Но тем не менее, видишь, получается. Ну, то получается, что же оно будет какой-то... Ну, у Вики такие маленькие были, ну... А я хочу мне Вика. Я хочу, чтобы у нас было как. Что ты хочешь? Давай я сделаю. Не надо мне, чтобы ты делала. Ещё-ещё. Ещё-ещё-то у нас полкилограмма вот этих... Чтобы было ещё-ещё. Мне нужно хотя бы один противень поцелуйчиков. Тогда, значит, меренгу сможем делать, как в Париже в моей проболь. Помнишь? Шеренгу. Шеренгу? Да. Шеренгу-маляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя...яяяяяяяяяяяйяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Продолжение следует...